Привет, мои хорошие! Сегодня первый день, как мы приехали. Ну, уже вот дело к вечеру идёт. С утра вроде бы обрадовались, потом расстроились, что у меня фотоаппарат вдруг перестал работать, вылез объектив, и всё, и не туда, и не сюда, и не закрывается. Я была вообще в шоке, не знала, что и делать, положила его всё. Думаю, ну что, сниму то, что будет... Телефон. Ой, я что-то устроилась здесь, на этом самом, на балконе, но здесь такой шум, ну, не знаю, я вам потом покажу. Здесь рядом строится дом, но он, наверное, не строится, а перестраивается, потому что здесь же была когда-то война, и вот это вот очень-очень много разрушений. И даже видно вот как дыры в доме. У нас здесь с этого, с балкона видно море. Нам были утром, когда мы приехали, я взяла пару шоколадок с Витебска, наших, коммунаровских, ну, думаю, так вот, ну, мало ли пригодится. Одну шоколадку сразу же подарила на рецепшене, и, вы знаете, это сработало. Нас заседили не первых совсем, а третьих. Хотя было очень много народа. Вот. Кто-то, наверное, в паспорт вложил, но у меня была шоколадка. Потом мужчина, который развозит, нам не дали везти эти наши сумки. Нам завезли, но, естественно, надо дать доллар. Но я тоже дала шоколадку, и тоже остался человек очень доволен. Ну, и очень хорошо. Надо было взять больше. Смотришь, еще где-то какую-то взятку дать. Вот. Ну, что еще сказать вам такое? В обед уже у нас было, как бы-то, неплохой обед у нас был. А вечером мы идем в ресторан. Можно раз в день, можно вечером там специальный ресторан есть. Сегодня итальянская кухня, завтра китайская кухня. В общем, мы решили сходить. Это все входит в путевку. А вот. Ну, еще одна неприятность у нас. Алла сегодня подвернула ногу. Пошла купаться. И там наступила на какой-то камушек. Подвернула ногу. Нога у нее посинела, распухла. И что она не делала, прикладывала и лед, и водку. Все равно нога посинела. В общем, то ли у нее там растяжение, то ли что. Ну, вот так вот. Самый первый день. Наступает, еле наступает на эту ногу. Вот. Байпер здесь отвратительный. Каждый раз, в общем, непонятно, как он работает, этот вообще байпер. Вот. Каждый раз, когда подходишь к этому самому на рецепшн, дайте пароль. Он дает бумажку. Совершенно не тот. Четыре раза брала, четыре раза другой пароль. Ну, так где же он будет работать? Я отхожу и прихожу, и говорю, что у меня ничего не работает. И вообще совершенно невозможно отправить ни сообщения. Там, правда, уже попросили у нашего гида. Он настроил мне телефон. Я отправила домой, что жива, здорова, все хорошо. Но писать не буду, потому что надоедает вот это постоянное спрашивать, как и что настроить телефон. Что еще мне сегодня новости какие? Говорили, что очень сухой климат здесь. Что ничего не сыреет волосы, как накрутишь, такая волосы, остается прическа. Вот, пожалуйста. Вот что. С накрученных волос на бюгуди ничего нету за день. Все, 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 все развалилось, разъехалось. На челку я уже бюгудину накручивала, так она немножечко держится. А волосы все вот такие вот ровные. Так что здесь тоже, я бы не сказала, да, ветерок. Вот лишишь, я сегодня вообще пришла с пляжа. Лицо закрывало шляпу отделом. Козырек этот большой, лицо было закрыто. Мы это побыли на пляже всего-то два часа. Сама вроде я не обгорела, не загорела, ничего так не чувствуется. Но лицо, когда мы пришли, у меня оно было красное, оно у меня пылало. Спрятавшись под шапку, у меня пылало лицо. Хорошо, что у меня масочки есть с собой. Я быстренько умылась, маску на лицо, и, наверное, так с полчаса лежала, так вот эта вот краснота вся ушла в маску. Записались мы на одну экскурсию. На экскурсию, ой, как же это называется, планетарий, дельфинарий, еще что-то. В общем, там где-то какой-то купол, в общем, я не знаю, не представляю, что там. Ну, в общем, мы где-то будем там ходить, и вокруг будут плавать рыбки. Мы будем на это смотреть. Ну, в общем, если все получится, если моя камера не даст опять сбой, то я обязательно это засниму и вам покажу. Ну, вот такой вот у меня сегодня денечек получился. А еще в нашу путевку входит, если нас повезут по магазинам, государственным магазинам, кожа и мех, текстиль и продукты, масла. В общем, я сказала, что в кожу и это самое, я не поеду, мне не надо ничего. Вот, а вот масла и какое-то что-то вкусное, какой-то чай, вот это мы с удовольствием съестим. Это тоже за это ничего не надо платить, это все получается в путевку. А вот там, которая экскурсия, то там стоит 25 долларов. О, как шумно. Проезжая часть и очень-очень шумно. Ну, а там телевизор работает, тоже очень шумно. Это приятно все-таки посидеть на свежем воздухе. Но сейчас я вам покажу, что тут кругом. А кругом вот там вот море. Там, посмотрите, совсем близко море, там очень красиво. А тут вот дом этот строится, вот то ли строится, то ли перестраивается, то ли ремонтируется. Но вроде никого нигде не видно, а такой шум идет. Вот. Вон мы хотели сходить в те магазинчики, но тут у Аллы разболелась нога и... А мне почему-то тоже лень. Я две ночи не спала, а то в 4 часа позавчера вставала, делала заказ в Уберлик. Эту ночь тоже в автобусе приехали, летели ночью. Чего-то я боялась заснуть как-то. Ночью лететь так страшно, жутко прямо как-то. Вот. Поэтому уже, наверное, эту ночь будем отсыпаться. Вот такие вот там такси. Бегают желто-синенькие. Надо будет обязательно съездить на улицу Шеритон. Это у них главная улица, красивая такая, с много-много магазинчиками. О, сколько много такси. Вот. Ну, не знаю, как получится. Алла ступить на ногу совсем не может. Как бы ее завтра ногой эту совершенно не разнесло. Вот. А почему здесь такой вот котлован делают, даже непонятно. Вроде как бы рядом дом на дом не должны были построить. Такие два странных у нас выхода из нашего балкона. Вроде так красиво море. И в то же время тут такие вот развалюхи. Ну, ладно. На сегодня все, мои дорогие. С вами была Галина. С вами была Галина.